Журавлёв Фирс Сергеевич. Русский живописец-реалист, работавший в области бытовой картины и портрета. Родился в 1836-м, умер в 1901-м. С 1855 года по 1863-й Журавлёв – вольно приходящий ученик Петербургской академии художеств. В 1862-м за картину «Кредиторы описывают имущество вдовы» Журавлёв получает малую золотую медаль. В 1863-м году он участвовал в демонстративном выходе из академии 14 учеников-дипломников и в создании Петербургской артели художников. В 1874-м году за картины «Перед венцом», «Мачеха», «Девочка с курами», «Трубочист» и ряд портретов он удостоен почётного звания академика Императорской академии художеств. Картина «Перед венцом» содержит гневный протест против бесправия женщин. Тема неравного брака отражена в картине «Возвращение с бала». Пошлость быта и нравов купечества в картине «Купеческие поминки». В период с 1880-го по 1890-е годы художник писал портреты. Среди них автопортрет художника, в котором он предстаёт перед публикой в ермолке, косоворотке и халате. А также портрет императрицы Марии Александровны. В 1870-1883 годах Журавлёв принял активное участие в росписи «Храма Христа Спасителя» в Москве и был автором мозаик «В соборе Воскресения Христова на крови» в Санкт-Петербурге. Гавайские вьюрки. Семейство птиц отряда воробьиных. Близкое к семейству настоящих вьюрковых. Семейство включает 22 вида. Гавайские вьюрки – птицы средней величины, разнообразной окраски – зеленоватой, красной, жёлтой, чёрной. Язык птиц приспособлен к высасыванию нектара из цветков. Клюв может быть различной формы. У некоторых, как у вьюрков, у других, как у дубоносов, у третьих, как у цветочниц. Распространены гавайские вьюрки на гавайских островах, держатся на деревьях и кустарниках, питаются пыльцой, нектаром цветков и мелкими насекомыми. Лох или джида, или дикая маслина. Род листопадных или вечно зелёных деревьев или кустарников – семейство лоховых. Цветки обоеполые, небольшие, жёлтые, душистые, медоносные. Плоды – ложные костянки, серебристо-серого цвета, а также жёлто-коричневые, мучнистые, большей частью съедобные, со сладковатой мякотью. Известно около 40 видов лоха, произрастающих в Северной Америке, Южной Европе, Малой и Средней Азии. В России произрастает лох узколистный, дерево высотой до 10 метров или круглый кустарник с колючими ветвями. Листья простые, очерёдные, цельнокрайние, серебристо-серые. Цветки оранжево-жёлтые, душистые, от 1 до 3 на коротких цветоносах. Растёт быстро, особенно в молодом возрасте, и с 3-5 лет начинает цвести и плодоносить. Плоды употребляются в пищу. Лох легко переносит стрижку и часто используется для создания живых изгородей, а также лесозащитных полос. Отдельные части растения используются в народной медицине. Субтитры создавал DimaTorzok